Если мы говорим о трендах, мы уже, я уже продемонстрировала, рассказала и показала вам тот актуальный нюдовый сияющий макияж, который, в принципе, будет являться основой для другого образа. И второй тренд, второй актуальный макияж этого сезона, это, безусловно, бразительные глаза. Ну, в принципе, неудивительно, девушки, живущие в России, очень любят подчеркивать глаза. Если говорить о том, какой макияж глаз будет актуален этой осенью, этой зимой, безусловно, смоки все так же остаются по-прежнему актуальными. Но что меняется? Меняется немножечко подход в оттенках, в текстурах. Так как грядет осень, все представляют, как меняется природа, она приобретает очень красивые бардатные оттенки, бархатистые, красивые, обволакивающие текстуры. Если мы говорим об акценте на глаза, если мы говорим о цветах, в приоритетах немножко черненые, графитовые, замешанные даже с оттенками охры и металлика цвета в макияже глаз, смоки легкие, мягкие и очень воздушные. Собственно говоря, вот у таких акцентов на глаза я сегодня и выстрою мой настоящий мастер-класс. Ну и, безусловно, прежде чем начать создавание кожи, я подготовлю лицо. В этот раз это будет линейка, может, чесечь, но я использую увлажняющий spray. Невероятно быстрое средство, которое подготавливает кожу к макияжу, увлажняет ее, своя моментальность выделяется к поверхности кожи. Только благодаря кисточке я чуть-чуть помогаю еще быстрее питаться. Увлажненная, комфортная, готовая для речи работы кожи. И, безусловно, я также подготавливаю зону вокруг глаз, увлажняющую депрингу ей пустар, в этом мне сегодня поможет. Уберет следы усталости, увлажняет кожу, разводит текстуру, ну и позволит домешнику, словно, очень легко и комфортно наноситься и растушевываться консилером данной очень деликатной полосы. В качестве санального средства я выбираю один из моих любимцев. Это тональная основа Super Balance. Невероятные ноты в текстуре Super Balance ложится на кожу, как вторая абсолютно сливающаяся с ней текстура. Действительно, эффект второй кожи. Причем с лицом очень классный и очень комфортный, потому что оно супер сбалансируется. Даже название говорит об этом. Super Balance позволит обеспечить вашу кожу, с одной стороны, комфортное увлажнение, именно в тех участках, где это необходимо. А если у вас нахожен здесь с тем, которым нужно контролировать блеск, которые периодически блестят в течение дня, то Super Balance будет прекрасно так же подстраивать, например, по третьей части, и работать совершенно здорово в духе управления. Одновременно и контролировать черный вес, и при этом одновременно увлажнять это в тех местах, где это необходимо. Опять-таки мы помним, что актуально сияющая, очень мягкая, здоровая и живая кожа, поэтому Super Balance в данном случае идеально подходит. Текстура прозрачная, нелесомая, но при этом позволяет создать очень красивый тон и текстуру кожи. Совершенно нет сложности в нанесении, кто как любит, я наношу кистью, совершенно легко справиться с принесением данной канальной основы и с помощью пальчиков. И, кстати, еще обращу внимание девушкам, внимание девушкам на то, что данной канальной основы можно носить даже в локусе вокруг глаз. Если, собственно говоря, вы хотите очень быстро добиться идеального результата и не брать много времени в утром. Я немножечко масла на тех участках, которые нужно чуть-чуть интенсивнее прикрыть. Это зачастую бывает центральная часть лица, область щек. Опять-таки внимательно прорабатываю, прокрашиваю глюя носа. И уделяется внимание оба лица, линии роста волос, чтобы здесь прекрасно и ровно было расширение канальной основы. Ну и теперь я воспользуюсь консилером. Опять-таки вооружу текстуру eye brush и мягким нежным светлым оттенком. И опять-таки поработаю немножечко со светокоррекцией. С темной коррекцией, а со светокоррекцией. Ямный стук, гамбру, текстуру, горлость. Покру глаз на верхнюю часть. Скул. Надбровер. По переносице. Верхнюю часть губы. И по оборудовке. И с помощью той же пушистой кисти я на автотекстуру консилера просушу. Благодаря использованию более светлого консилера действительно мы работаем на скультуру лица, не применяя компенсационно-эффективные оттенки. Создавая очень легкий и свежий эффект на кожу. Одновременно растушевая консилеровость вокруг глаз я также прохожусь тонким слоем по верхнему веку. И вот так же важно прорабатывать, потому что это такая же тонкая кожа, которая прозрачная, перепросвечивается. Дальше видны в этой части глаз капилляры, возможные герки, которые нужно перекрыть для того, чтобы впоследствии совершенно идеально и изупречно у нас смотрелся на пилляж глаз. И продолжая работу с кожей, я возьму, так у меня будут акцент на глаза, я возьму очень мягкие оттенок румяна. Тоже буду использовать кремовые текстуры, это будет влюбившийся вам, уже надеюсь, посмотрите на второй мастер-класс, текстура чайпистика, но это уже будет не коралловый оттенок, а в предыдущем мастер-классе будет такой очень мягкий, нежный рост бетон. Чайпистик номер один, оттенок амфантабл. Так же набираю немножечко на кисточку и слегка прорабатываю область щетки, создавая такой мягкий, очень милый, нежный и легкий румянец. Чуть-чуть выделяя рельеф. Действительно ложится, как свой естественный румянец, совершенно роскошная, невидимая пластичная текстура, которая позволяет придать к кисцу красивый оттенок, но не чувствуется себя при этом в перегруженной большим количеством косметики. Немножечко на спинку носа, на кончик носа точнее, немножечко на подбородок. И, завершая работу с кожей, я воскользуюсь дайлайдом. В данном случае это будут тени из линейки репо. Прекрасный, вежевый оттенок 02, оттенок крем-поп. Шунгалистые текстуры теней позволят мне создать очень красивое, свежее, такое ангельское стечение на коже. Беру небольшую, пушистую, натуральную тесточку и также нахожусь по верхней части стуны. Очень важно для создания объемного, красивого, подсвеченного лица работать именно на выступающих участках лица. Итак, верхняя часть стуны, немножко уходя в висок. Видно? Такое легкое-легкое стечение получается. Немножко в области подбородок и дуги. Опять-таки у нас с тонкой линией идет хайлайд по переносице. Девушки, если вы хотите стать очень красивый, изящный носик, я советую не использовать большого количества темных оттенков, затемняя крылья носа, а взять именно хайлайд и создать толкую линию по центральной части переносица. Итак, опять-таки в верхней части зубы и немножко подбородок. И, безусловно, для легкости и свежести внутренний уголок глаз. Начиная работать с глазами, я начну с бровей. Очень важно это сделать сначала. Потому что, чтобы понять цыгарование и пропорцию по макияжу глаз. Конечно, нам было понятно, насколько интенсивно нам нужно менять форму глаз. Насколько нужно интенсивно использовать оттенки. Так что первый макияж глаз я проработаю брови. И так же сделаю ее с помощью теней. Тени макияж бровей всегда позволяют создать очень красивый, мастерственный и мягкий брян. Он очень красивый изгиб. Я буквально просто с помощью ее оттенка подчеркиваю и создам чуть большую ширину. Как раз приближе к прекрасной брови, к тем очень трендовым и модным широтным. Это как раз хороший пример, как делать более тонкую бровь. Такой актуальной широтой, чтобы не переборщить. И чтобы макияж становился достаточно гармоничным и естественным. А советую, когда вы работаете с бровями, вы не начинаете это делать с самого начала. Потому что есть силы с того, как интенсивно начать прокрашивать начало брови. Насколько вы сделаете его графично. И вам просто придет делать такую же интенсивную, очень яркую бровь в дальнейшем. Так скажем, ой, я так старалась на переборщине, что же мы теперь делаем, стирать. Поэтому отступите буквально пару миллиметров от начала брови. Начинаете прокрашивать те участки, где не хватает света. А потом уже в самом конце вы спокойно можете вернуться к началу брови и проработать именно эту зону и именно эту часть. У меня нету проблем. И сейчас с помощью скошенной кисти я как раз прорабатываю нижнюю часть брови. Делаю ее чуть шире, чуть более четкой. Насколько ровно, аккуратно и четко проработает нижняя часть брови. Тем более аккуратными, да, чтобы брови не становятся в целом ваши брови. Если плавно вся чего... Вот мы, собственно говоря, добились. той модной ширины, которая сейчас актуальна. Например, наверное, одной брови сделаны, да, и вторая не проработана, видно. Видно, кто смотрит? Это логично, видите, я тоже начинаю не с начала брови, а именно с всех участков, где мне не хватает плотности и поставных глазок. заполняют именно эти пространства и эти пустоты. Здесь мы такими... Да, я слышу про актуальные брови в тренде. Да, естественно, брови в тренде, да. Это был тот самый нашумерший тренд. Содержки сегодня начинают сделать брови, как с своего любимого. Чуть интенсивнее обрабатываю нижнюю часть и благодаря этому расширяю. Чуть более прямые, с легким изгибом на сегодня максимально актуальны. И вот видите, теперь я к самому конце обращаюсь на проработку бровей в начале, чтобы не создавать очень жесткий, черный контур, чтобы все-таки макияж был по возможности максимально приближенный к натуральному. Такое очень графичное и четкое начало дает понять, что это интенсивно прорисованные графично созданные баллы. Начало как раз и можно прорисовать небольшими штрихами, а кончик изгиб, он, соответственно, может быть более темным, чем начало. Я опять восьмой завершёнка немножечко очищусь. И расчесываю брови таким образом, чтобы сами волоски ложились на ту часть, которую я прорисовала, чтобы при низком высмотрении бровь выглядела максимально естественной. То есть немножко, как скажут, зачёсываю на промисотные участки. А начало, наоборот, слегка приподнимаю. Возьму небольшое количество тонального средства, чтобы сделать кровь идеальную, я слегка на нижнюю часть тонкие кисточки с небольшим количеством консервов. Пойдусь по форме. Позвольте подчеркнуть изгиб в брови. И теперь уже можно приступать к макияжу глаз. Позвольте. Опять-таки я буду использовать прекрасную текстовую чайку. Это будет уже более тёмный оттенок, оттенок 3, такой красивый шоколадный цвет. И его я буду носить в качестве той подложки и той основы, потому что я не добавляю себе ход уже на детей. Как я уже говорила, сегодня в тренде очень мягко красивые, красивые шоколадные смоки, в чернёных оттенках, красивых оттенках, и даже в оттенках вот такого золота и ржавчины. Поэтому я взяла вот такой вот оттенок бронз в чайе. И с помощью вытечки я буду носить в качестве основы на предвижные века, немножко затемняя область. Я щем уголка и цветка соединяем в начало. Вот это, чтобы не заплачивать. Мне очень нравится. Я на него уцепить не могу. Я обычно его мучаю. Травсышевая, слегка сладкие века. Задавая плену. Так же вырабатываю немного златури. Если говорить о актуальности формы, то сейчас очень популярный естественная форма глаз не слишком вытянутая и не восточный макияж. Поэтому пытаюсь сохранить естественную форму глаза. Я не стараюсь вытягивать форму бедно-растушевого цвета, все-таки действуя по естественной и природной форме. А не ноги. Этот же оттенок я буду носить на нижние лепо, подчеркивая как внешний, так и глубокий уголок. Безусловно, техника самокеайс разливает темную дырку вокруг сиху глаза. Как по его верхней, так и по нижней части. Отпитки не боюсь растушевывать. Оттенок достаточно низко. Самый увеличенный раз. Делаю более интенсивную вертикальную растушевку. В принципе, в таком повседневном и очень легком варианте используют только с одной части тени. Очень прекрасно. Выглядит все очень комфортно, светленно. Аналогично я прорабатываю. А сколько? Второй век. Начиная с внесения теней, по внешнему уголке и по внутренней. Кстати, работающая с пиком, вы можете, как и я, да, использовать его, набирая на подружечку пальцев. Тогда получается максимально пластичная веревка и все очень прозрачное нанесение. И более интенсивно он получится, если вы будете наносить его с помощью кисти вот такой бочонкой, как я сейчас работаю, при этом обеспечиваю растушевку. Ну и если вам захочется максимально плотного покрытия или интенсивного покрытия, тогда вы можете смело наносить чайный стик непосредственно самим, да, стиком на всю поверхность века. И уже либо с помощью подружечки пальцев, либо с помощью кисточки добиваются мягких переходов и рельефов. Так что с текстами ручками можно прекрасно играть, вбиваясь в целых раз и тяги. Спасибо. Спасибо. Обожаю оттенок три, на мой взгляд. Наверное, я очень люблю его историю, и, наверное, они один мой, и я же не против этого оттенка. Я очень люблю рекомендовать Сумуриен, потому что использую его в качестве основы, у него прекрасно лягут абсолютно любые тени. Неважно, будет ли это легкий беш, будет ли это коричневая дама, коричнево-золотистая дама. Любой зеленый, фиолетовый, синий, серый оттенок прекрасно будет сочетаться. Естественно, нанесенные поверх тени, они дополнительно будут еще более стойкими и будут выглядеть максимально прогрессивно и ярко. Я смелее прохожу свою структовую оттенок тени даже во внутренней части века, для вивыситой синий, муросырственных переносиц. Центр века я оставляю немножечко не тронутых, целенаправленно. В конце введите такой оттенок я планирую туда внести. Такой очень красивый модный эффект и совершение сможете с вами получить. И теперь совершаю работу стремной текстуры, вырабатывая нижний верх. Далее. Опять во внешнем уголке. И может там порой внутренней. Рассвешевая. Текстурность. Придерживаясь такой, естественно, не вытянутой формы на текляже. Не бойтесь использовать кремовые текстуры. Очень удобно и комфортно работать. Они прекрасно тушуются. Они очень пластичные. Они очень многофункциональны. Потому что, на самом деле, в горячей листике, при желании, можно сказать, очень красивые, легкие, и очень стоят в луконосности кремовые горячки, кремовые структуры. Так что, я закончил с кремовой текстурой. Получилась очень хорошая основа такая ваза мягких, нацов, растушеванных глаз. И я возьму теперь палитру теней. Обожаю эти оттенки. Моринг Джамба Палитра 03 с преобладанием таких красноватых, коричневых, рыжих оттенков. И я сейчас буду использовать второй и третий оттенок, который красноватый, и буду наносить данный цвет уже поверх поверх. Поверх темы в тени. Усиливая глубину цвета во внешнем и внутренних уголке. в тени. Опять-таки, также оставляем центр бета. Чуть более красноватым оттенком я проработаю дополнительный оттенок на нашу раскладку бета. Гораздо проще и легче работать с сухими текстурами пакет. Очень здорово ложатся на начальник с сухими тени. и не возникнет руковой сложности с тем, что такие текстуры могут высыпаться. Конечно, они буквально приклеиваются скисты на поверхность кремовая текстура, которую мы с вами налево. В этом макияже в таком макияже в таком исполнении останется очень и очень очень чистым. Аналогично усиливаю ловую цветом сухих теней на втором веке. Говоря об актуальных оттенках, так же могу сказать, что не просто дымчатый от глаз, не просто черненые, да, такие осенние оттенки, которые не являются природой в этот период, в это время года. Так же очень актуально используют, как я говорила, ржавые, немножко бронзовые оттенки. Используют их в качестве гликов. гликов гликов гликов. Красивые графитовые смоки, красивые дырки, где-то сияющую текстуру теней и поставим небольшой глик. Сейчас, как раз, в своей палитре именно таким образом и выступит мой прореживатор бронзовый оттенок. В качестве очень красивого и эффектного глика на интердеке. Если говорить о том, что пройдет такая палитра в сочетании стеклых, кружеватых, очень пресноватых оттенков, на самом деле она максимально универсальна. У Ани очень красиво, зеленые глаза, очень богатый, интересный цвет, очень мягко оттенков. полагающий он работает на таких девушках. Идеально подойдет также палитра голубого глаза. Невероятно раскроется глубокий зеноглаз в сочетании с такими теплыми оттенками. Ну и яркость зеленых глаз также очень проявится, если мы воспользуемся данной палитрой, мы станем еще ярче, еще вразительнее. Усилевый цвет на нижнем веке. Легкая, Красная часть. Достаточно интенсивно расшевывается вниз. с внешне голову. И мы можем перейти в талисе в талисе и И время в завершении я буду использовать сиан яркий оттенок в этой полике и нанесу на талисе в в талисе и в 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 круто как стишко цвета играет и очень свяжет и интересно и этот же оттенок Я коврик также внесу немножечко на центр нижнего метра под радужку. У нас стоит такой яркий видя глаз, такой свечерний. Я возьму карандаш, интенсивный стоки и шоколадного оттенка и проработаю дополнительно линию источного варианта. И вот на это видео. Корзина? Да, я уже подальше подальше. Ну, как, да, да, да. Пока, ну, концентрировались, да, сантографировались. Ир, давайте, вот. Сейчас запустим, пожалуйста. Я инор. И теперь я уже используюсь тучей. силиконовая кисточка прекраснейшим образом разделить и прокрасить их очень аккуратно от самых корней до самого невероятно длинный силиконовая кисточка потрясающе только не плачешь ты хочешь плакать, договори мне приснит себе это не иначе ну чапи-лэш только подчеркивает эту красоту и дополняет им еще больше объем сделает их максимально сфинированным у чапи-лэш очень удобная кисточка я уже говорила она силиконовая мне нравится силиконовая на кончике есть тоже силиконовая кисточка очень удобно набирается именно до угла чтобы поприснить как с внешней, как с одной стороны чтобы максимально их прокрасить и разделить я очень люблю этим кончиком там же прокрасить нижний лестничек вот 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 как случается что По растушевке понежную веку, она их гладывает жиреной, равной длинести. Мы читали штрих, и когда у нас такие яркие, очень выразительные глаза, то буквы мы, безусловно, делаем более мягкими, более натуральными, не используя ярких эффективных акцентов. Я беру оттенок помады и солью тупик сон в мя. Чуть-чуть усилию туда помню. Всегда хочется добавлять мя, когда вы играете на лице, как и очень яркие, не красивые наши сами волна, а глаза. Слегка усиливаем. То есть проблема воспаления, когда отчаяния не давит, не берем. И добавляю помаду. Оттенок Шибако, очень красивый, нежный, кремово-розлый, очень естественный цвет оттенок. Оттенок Шибако, очень красивый, очень красивый, очень красивый, очень красивый. Очень мягким, естественно, легким слоем. Здесь, Кайро, Кайро. Фральт, контур Руси. И сейчас делаю еще один оттенок. Помада будет чуть более тёплым, оттенок меланку, и немножечко добавлю его в центр, 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 в центр. Вот такие мягкие, обволакивающие, дымчатые, с таким бронзовым эффектом в сноке, один из брендов наступившей осени и наступающей зоны. Спасибо за внимание и всем тем, кто меня смотрел и слышал.